Весь мир, он как бы делится на две части. Одна со стороны добра, а другая со стороны зла. Говорит Рамхааль о том, что задача человека не допускать власть и действия зла на всех своих путях и уровнях, пока оно не будет окончательно устранено из всего творения. И обратите внимание, что истинная сущность Всевышнего исключает в нем все виды недостатков. Как уже было написано в части 1, глава 1. Злые недостатки могут находиться только в созданиях. И было установлено, что будут сотворены уровни добра для созданий и их противоположность, зло, точнее реальность, которая может стать злым. Человек придет и своей работой устранит, и себя, и всего творения, все зло, чтобы установить в себе их творение добро на веки веков. Тема эта снова, скорее всего, мы уже знакомы с ней, должны быть знакомы с ней. Творец, и так мы его определяем, он есть само добро. То, что соотносится с сущностью Творца, никак не связано с понятием зла. Единственное, что, снова напоминаю, для того, чтобы в мире была возможна реальность свобода выбора человека, чтобы человек мог быть поставлен между двумя сторонами, и чтобы у него была возможность выбирать между ними, между этими двумя противоположностями. С одной стороны, то, что приведет его к Творцу, это называется добро. То, что устранит его, удалит его от реальности Творца, это называется зло. Другими словами, в мире есть только реальность добра на самом деле. Но что? Творец отворил возможность удаления от него, и это называется злом. Это только как бы возможность, потенциальная возможность. Весь вопрос, человек использует это или нет. В мире нет ничего плохого самого по себе. Можно даже больше сказать, мы не можем определить что-либо как добро или как зло. Всё это определяется только по отношению к использованию человека. Я знаю, возьмём в качестве примера атомную энергию. Атомная энергия – это хорошо или это плохо? Добро или зло? По-видимому, это ни то, ни другое. И только как человек будет использовать эту энергию, определит, что это такое. Если построить атомную электростанцию, и то и не значит, надо уже оговориться, что это не так, со всеми, я знаю, там, вытекающими предусмотрением всех аварий и всего прочего, то, скорее всего, это добро. А если он использует это для ядерного оружия, для бомбы, то, по-видимому, это плохо. Динамит – это хорошо или плохо? Ну, если будем из этого стрелять, убивать – плохо. Будем использовать для того, чтобы прокладывать дороги в горной местности – ну, хорошо. Телевизор – это хорошо или плохо? Ну, можно сказать о том, что смотрите, как здорово, сколько познавательной программы есть. Верно, хорошо. Но, с другой стороны, посмотрите, сколько плохих, разрушающих душу человека в программе есть. О, видите, это плохо. Значит, всё в мире, а зло, которое существует в мире, оно существует в своей потенциальной форме. И весь вопрос, человек будет пользоваться этим или нет, он пойдёт по этому пути выявления зла в мире или устранится от него полностью. Об этом тут речь идёт. И вот это зло, оно находится для того, чтобы скрыть и устранение Творца. Оно находилось в мире тут, внизу. Естественно, что должны быть подготовлены к этому и все соответствующие духовные иерархии наверху. Поэтому он и говорит о том, что вот это соотношение добра и зла, оно находится на всех уровнях духовности. Оно находится и извне, и находится и в душе человека. То есть, перед нами на самом деле некий зеркальный мир. И нет ничего в этом мире, что оно существует со стороны добра, чтобы не было этого как бы соответствия со стороны и зла напротив него. То есть, всё в мире существует в своей некой дуальности. Нет добра без зла, нет зла без добра, кроме Творца. Всё остальное в этом мире, оно находится в неком таком перемешанном состоянии. И это всё после так называемого греха первого человека. И, как тут написано, задача человека – не допустить власти действия зла на всех своих путях и уровнях, пока она не будет окончательно устранена. И всего творения. То есть, для чего существует добро и для чего существует зло – это миссия, это задача человека. Для того, чтобы он не допустил власти действия зла на всех своих путях, на всех уровнях. Это полное объяснение в одном слове, что есть добро и зло. И только добавляет тут Рамхали, говорит, напоминает нам, что истинное сущность Всевышнего исключает в нём все виды недостатков, как уже было описано. Как мы напоминали. Злые недостатки могут находиться только в созданиях. То есть, как мы говорили, только сам человек, он единственный, который это может осуществить, злое деяние. И было установлено, что будут сотворены уровни добра для создания, и их противоположное зло, точнее реальность, которая может стать злом. Видите, это не то, что есть зло в этом мире само по себе, а есть только реальность, которая может стать злом. Как мы перечисляли, молоток, молотко можно забивать, а можно кому-то череп пробить. Это в зависимости от того, для какой цели человек пользуется этим. Это зло, оно как бы существует в потенциале. Это реальность, которая может стать злом, но само по себе оно не есть зло. Человек придет из своей работы и устранит из себя, из всего творения, все зло, чтобы установить в себе и в творении добро на веки веков. Это цель пребывания человека в этом мире. Устранить это зло, это его основная работа и миссия в этом мире. Из себя и всего мира в целом. Продолжая Трамхаль говорит, поэтому было установлено, что напротив всякого аспекта добра будет существовать аспект зла, как сказано в Писании. В этом мы видим намек из книги Коэлит. Экклезиаст. Написано там. Также и одно напротив другого сделал Бог. Зэлю мадзэ. Это напротив другого. То есть, все, что есть в мире со стороны добра, то же самое есть и со стороны зла. И только в одном имеет добро преимущество над злом. Тут же подчеркивает Трамхаль о том, что нет полной симметрии. На первый взгляд есть симметрия. Он утверждает, что есть симметрия, но он знает, что симметрия не полная. Почему? Есть все-таки преимущество добра над злом. И это преимущество принципиальное. Корень добра в не имеющем начало и конца совершенстве Всевышнего. А зло в создании сотворённое быть аннулированным. И которому определено функционирует только всё время старания человека, как вы обвиняли выше. Мы видим о том, что зло, оно необходимо только как контра. Чтобы только оттолкнуться от него, чтобы подскочить выше. Как только подскочили, в нём уже и нужды нет. То есть, в мире существует только добро. Корень добра, где находится, как мы и сказали, в не имеющем начало и конца совершенстве этого Всевышнего. Это постоянно неменяемая, это единственная реальность, которая есть. А вот зло, создание, сотворённое быть аннулированным. Оно изначально, как было сказано, контра. Только для того, чтобы подскочить. Только для того, чтобы использовать его. Для того, чтобы было из чего выбрать. Чтобы приподняться. И которому определено функционирует только всё время старания человека. Ну, столько времени, сколько человек борется, старается. Но это зло должно существовать. Для чего? Для того, чтобы его, в конечном итоге, прикончить. То есть, зло, это явление временное в этом мире. И оно исчезнет из этого мира. И в тот момент, когда человеку удастся этот мир исправить. Тебя, в первую очередь. Это необходимо было вступление, чтобы теперь понять, что описывает нам Рамхал в девятом параграфе. Теперь мы переходим уже непосредственно к тому, непосредственно к нашей теме возвращаемся. Теме влияния на этот мир. Точнее, выхода из рамок этого мира. Но мы раньше об этом говорили со стороны добра. А сейчас, так как выясняется, что мир, он зеркальный, то, по-видимому, если это есть со стороны добра, значит, это должно быть и со стороны зла. Вот мы с вами приблизились к колдовству. И все, что связано с этим. Итак, говорит Рамхал в девятом параграфе. Согласно этому принципу, так же, как Бог создал для человека способ достичь сияния, разумения и Духа Святости сверхъестественным образом. Как мы говорили, используя имена Всевышнего. Это уровни пророков. Так было необходимо, чтобы существовала противоположность этому великому благу. А именно, чтобы мог человек так же сверхъестественным образом привлечь тьму, мутность и Дух нечистоты. Такова нечистота колдовства и вызывания мертвых, от которых Тара велела нам удаляться. Это первое понимание. В общем, о том, что в мире существует два зеркальных мира. И если есть в мире добра возможность, используя имена Творца, достичь, как тут сказано, сияния, разумения и Духа Святости, причём это достигается, как мы говорили, сверхъестественным образом, точно так же есть возможность сверхъестественным образом привлечь тьму, мутность и Дух нечистоты. То есть мы видим, как это стоит напротив этого, что сияние напротив тьмы, разумение напротив мутности и Дух Святости напротив Духа нечистоты. То есть полная симметрия во всех составляющих, хотя каждый из них требует очень пристанного внимания и рассмотрения, но если войдём в понимание каждого слова тут, то мы не закончим нашу книгу и через 10 лет. А именно, продолжая Трамхали говорить, их суть в привлечении посредством упоминания на известных условиях воздействия духовной нечистоты и скверны, что является наибольшим одолением Всевышнего, благословенное его имя, буквальной и противоположностью при общении к нему. Давайте только поймём, что хочет нам Рафаль сказать. Во-первых, так же, как есть возможность влияния через добро, есть влияние через зло. Есть возможность обращения к Творцу и тем самым поменять мир к лучшему, так же самым есть возможность таким сверхъестественным образом, наоборот, спуститься, уйти от Творца. Конкретно в чём это проявляется? Проявляется в явлении под названием колдовство и вызывание мёртвых. И то, и другое, надеюсь, все знают, на строго-строго запрещено. По-видимому, не запрещали бы что-либо, если бы в этом не было бы что-то существенного. Не было бы запрета на колдовство, если бы колдовство было бы что-либо такое несуразное, вообще пустое, несуществующее в этом мире. В этом намёк на знаменитый спор, известный спор между Рамбамом и Рамбаном по поводу колдовства. Писал Рабимуше Бейн Маймон, Рамбам, о том, что, как позиция человека рационального, о том, что всё, что связано с колдовством и всякими разными нечистыми духами и прочими, и это всё пустые слова, за этим ничего не стоит, и не следует человеку достойному, человеку мыслей, человеку служащему Творцу вообще даже говорить на эту тему. Пусто, не о чём говорить. С другой стороны, то есть он, как представитель, я знаю, больше рационального подхода в еврейской мысли, и отрицает вообще на первый взгляд реальность колдовства и всяких разных явлений сверхъестественных. В отличие от него, Рамбан, Нахманиду, он имеет противоположное мнение. Это то, которое выражено тут, и оно поддерживается всеми мудрецами. О том, что нельзя запретить, Раба не запретила, то, что не существует в реальности. И наоборот, он говорит, что колдовство для народов мира считается даже мудростью. То есть это явно определённый уровень, непростой уровень, куда нужно достичь познания этого мира для того, чтобы воздействовать на него со стороны тумы, нечистоты. Поэтому это явление, оно существовало. Для нас это тоже вопрос непростой. Мы вокруг себя не видим реальности колдовства в явной форме. Поэтому и для нас, казалось бы, позиция Рамбама гораздо более близка. Как на это смотреть? Ответ на этот очень простой. Что называется, в рамках и эти правы, и эти правы. А по нашей реальности очень тяжело что-либо понять, о чём говорили мудрецы древности. Мы уже много раз упоминали о том, что основное отличие прошлого и настоящего, в первую очередь состоит в мере святости, который был в мире. И она постоянно, постоянно уменьшается. Типа закона энтропии. И тогда, когда была высокая святость в этом мире, тогда, как существование мира зеркального, существовала и высокая мера духа нечистоты в этом мире. Поэтому, так как нет сейчас реальности, к примеру, пророчества, сколько мы бы не сбирались по ступенькам, чтобы очистить свою душу и добиться этого уровня, нет пророчества в наше время. Уровень святости упал, и он касается всего поколения. Точно так же и нет меры нечистоты, до которой можно добраться. Для того, чтобы говорить о колдовстве, на самом деле, требуется очень высокий уровень нечистоты. Просто так до этого не доходит. Для того, чтобы воздействовать на эти меры, как сейчас мы поймём, требуется быть противоположностью святости. То есть, если есть высокий праведник, то в этом мире должен ему соответствовать и такой же высокий негодяй. И иногда, даже наоборот, мы понимаем, что, согласно негодяям, можно понять и уровень святости, который должен быть в этом мире, как закон с общающихся сосудов. Здесь некое равновесие в этом мире добра и зла, то, что мы учили с вами в восьмом параграфе. Явно и очевидно о том, что речь идёт о некой реальности, которая просто нам, по сути, незнакома. Мы живём в поколении очень далёком от проявления духовности в этом мире, как со стороны добра и зла, так и зла. Как со стороны святости, так и со стороны нечистоты духовной в этом мире. То есть, с другой стороны. Поэтому в наше время, действительно, мы не видим никаких явных подтверждений этого колдовства. В то время, как совершенно ясно и очевидно о том, что подобные явления могли иметь место и имели место, у нас нет никаких причин, не доверяя тому, что описано во многих источниках. В Танахе, например, описывается там даже случай, когда, как известно, Шауль вызвал через посредника, медиума, дух пророка Шмуэля. Ему это было запрещено делать. Но, тем не менее, так как у него выхода не было, то он это сделал. Это отдельная тема почему. Но мы видим, что подобное явление, оно да, существует. Кроме этого, наверняка, слушающие могут тут и там добавить от себя всякие разные сцены, которые они видели. Вполне возможно, что они даже участвовали в этом. И снова напомню, что нельзя в этом участвовать. Но всякие разные попытки вызывания духов мёртвых, они существуют до сегодняшнего дня. Для этого надо только себя как можно больше огрязнить. И не буду входить во все детали, каким образом это может произойти. Но факт тому, что даже на нашем уровне, если нет таких явных чудес колдовства и вмешательства в природу непосредственную, то, по крайней мере, на более низком уровне, на уровне вызывания мёртвых, это до сих пор существует. Ну, это только одно слово введения. Может быть, ещё добавим. Как тут сказано, суть этого колдовства и суть вызывания мёртвых, то есть, всё эти сверхъестественные попытки привлечь тьму, мутность и дух нечистоты, суть их, в привлечении посредством упоминания на известных условиях воздействия духовной нечистоты и скверны, что является наибольшим одолением Всевышнего Блословена Его имя. Что это буквально противоположность при общении к Нему. То есть, давайте попробуем понять, что тут определено. Колдовство и вызывание мёртвых. Это наибольшая отдалённость от Всевышнего. Чем дальше от Бога, тем больше нечистоты, тем больше зла. Эта формула ясна и очевидна. Вопрос он такой, почему люди вообще к этому стремятся? Почему у этих людей есть такая большая потребность к этим колдовству, к вызыванию к мёртвым? Почему так тянется? Во-первых, надо знать, что если бы это не давало результаты, к этому бы не тянулись. И выясняется о том, что эти результаты можно получить просто более лёгким путём. То есть, когда мы видим о том, что это воздействие на этот мир может произойти через сторону душа, со стороны святости этого мира, это требует колоссальных усилий. Мы с вами ещё будем разбирать, сколько требуется от пророка для того, чтобы достичь этого пророческого уровня. В принципе, вся книга Мсилат и Шарим – это ступень за ступень подъём к тому уровню, который называется уровнем пророка. Это колоссальный труд. Пока дойдёшь до этого, уже забудешь, что хотел там приобрести, что хотел добиться. В отличие от этого, через сторону нечистоты то же самое можно добиться гораздо легче и гораздо быстрее. Это привлекает. Как известно, чем легче, тем соблазна больше. И действительно, если спросите, почему в мире существует возможность колдовства, это часть общей системы зла, которая существует в этом мире в потенциале для того, чтобы соблазнить человека, да, да, дал Творец, главнокомандующему зла, которого мы называем Сатан, дал ему возможность соблазнять людей для того, чтобы испытать их. Это типа того, как, представьте себе, хозяин магазина хочет привлечь покупателей к себе в магазин. Что он сделает? Он выставит на витрину самый лучший товар по самой дешёвой цене. Человек проходит, у него глаза раскрываются, о-о-о, тут интересно, не видит, что за всем этим, простая заманка, иди, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Главное, зайди в магазин, может, всё-таки тут покрутишься, там, я с тобой поговорю, слово за слово, иди, знаю, может, что-то купишь. Так и тут. Есть у дурного начала, его представителя, у Сатана, это возможность соблазна человека. Как? Видишь? Смотри, если пойдёшь по пути, то мы. Сразу много получишь. Много можешь добиться. Результаты у тебя будут. Сколько усилий нужно потратить, чтобы знать будущее в состоянии пророческого. И как быстро это можно добиться, познание того же будущего, в состоянии, наоборот, нечистоты. Поэтому это и привлекает. Это испытывает негодников в этом мире. А заодно, чтобы и другие, видя их успехи, тоже как бы могли тянуться к этому, к этому злу. Снова, как испытание, которое дарно человеку. А если бы они устранились бы это, то зло, это они бы, как сказано, перебороли бы. И его бы просто аннулировали. Давайте снова вернёмся к этому предложению. Итак, суть этого колдовства в привлечении посредством упоминания на известных условиях воздействия духовной нечистоты и скверны. То есть, каким образом происходит колдовство? Что происходит конкретно? Что нужно делать? Например, некто колдун. Чем он занимается? Как тут сказано? В привлечении посредством упоминания на известных условиях воздействия духовной нечистоты и скверны. Давайте сейчас поймём более конкретно. Дальше это более подробно объясняет Рамхаль. Говорит он так. Эти воздействия притягиваются из сил зла. По постановлению Всевышнему им были даны имена, по которым они могут быть упомянуты. Такое упоминание повлечёт от них поток духовной нечистоты на известных уровнях образом, выходящим за рамки природы. Через это могут быть произведены такие сверхъестественные действия, как колдовство и подобные ему. Соответственно, потенции, переданы этим силам зла и в тех границах, что поставлены им. Итак, для того, чтобы понять, как работает колдовство, надо знать, как устроен этот мир. Как только мы поняли, что мир устроен зеркальным образом, есть две стороны подобные, но только с разными знаками, плюс и минус. Точно так же, как и со стороны плюса, есть возможность обратиться посредством имён Творца, то со стороны зла есть тоже возможность обратиться к силам этим, но только уже эти силы, которые находятся, они не существуют сами по себе, они автономны, но, по крайней мере, у них есть ощущения, и они проявляют себя, как силы автономными, к этим всем зла к ним обратиться. Точно так же, как и возможность обращения к Творцу пробуждает, как бы, его, для того, чтобы обратить на себя. Точно так же, обращение к силам зла пробуждает их. Как это происходит? У каждой силы зла, как тут сказано, было дано имя. То есть, зная структуру духовных миров и зная, как там всё устроено и какие части есть, и зная, какое имя присвоено, это подобно тому, как есть некий сейф, предположим, некая дверь, и вход через неё, через определённый ключ, через определённые, знаете, иногда нужно есть, входите, а на входной двери есть такие, нужно нажать на кнопочки какой-то код. Вы можете эту дверь пытаться открыть, не откроете, не открывается. Начнёте тыкать туда-сюда, тоже ничего не открывается. И только какой-то код, я знаю, там длинный-длинный, там каких-то там 16 букв, раз, 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 нажали, нажали, раз, и дверь открылась. Другими словами, упоминание имён нечистых сил открывается. Открывается эти блага, которые прячутся за этими дверьми, которые они закрывают. то есть, как это конкретно происходит? Это происходит путём упоминания имён Тумы. Упоминание имён Тумы. А заодно, сейчас дальше поймём, ещё есть один способ, как тут дальше сказано, эти действия могут быть произведены так же с помощью шейдим, с помощью демонов, соответственно тому, что поручено им делать. То есть, точно так же, как мы там говорили, со стороны их душа, можно посредством имён Творца как бы заклинать ангелов, и тогда они вынуждены действовать согласно желанию человека. Точно так же, со стороны зла есть возможность заклинать ангелов. Как? Лашбиота. Упоминанием их именем и специальных заклинаний. это путь, посредством которого существует колдовство. Интересно, что в Торе указано о том, что наш прадед Авраам передал своим сыновьям от жены Ктюры подарки. Куда? На восток отправил им. Мало говорится о этих сыновей, но факт тому, что эти сыновья, они не унаследовали основную линию наследственности от Авраама, и они ушли на восток. И туда и отправил Авраам им подарки. Говорит, Раши, что именно? Он отправил им имя Тумы, так сказано там, Шем Тума, колдовство и возможность влияния через Шедим, через этих демонов. То есть, весь набор этих возможностей и колдовства и магии всё отправил туда, на восток, к тому месту, которое, по-видимому, сейчас называется Индия. И действительно, до сегодняшнего дня такое основное место, где подобная магия существует, действительно она существует в Индии. До сегодняшнего дня и есть массоры, есть сведения о том, что сами индусы, то есть, те, которые несут эти знания основные, они сами считают о том, что их начало всему этому было положено, Брагман их называет, идет от праотца Аврагама. И от них он получил эти подарки. То есть, эти подарки, эти знания этих сил духовной нечистоты, знания имён, умения заклинания их, надо знать, что произносить. Целая мудрость, как сказал Рамбан, для народов мира это целая мудрость. Равдеслер говорит по этому поводу на этот комментарий Рашик о том, что передал он имя Тумы, он объясняет это более конкретно, имеется в виду, что он был передал имя святые имена, но те имена, которые можно пользоваться ими в состоянии Тумы. То есть, это описание того, откуда эти знания, самые глубокие знания, по-видимому, в Туме исходят. Теперь многие спросят, а почему это исходит от такого чистого человека, как Аврагам? Ответ он снова в том, что мы с вами разбирали, так мир устроен. Чем выше святость, тем больше и возможность и нечистоты. поэтому настолько, насколько наш братец Авраама Вину достиг чистоты и святости, настолько в его руках была и возможность справлять этот мир со стороны Тумы. Но он не хотел этой возможности вообще, поэтому он освободился от него, передал его подальше от себя своим наследникам, что так как это часть его, но отослал это подальше, подальше. Это одна возможность, возможность, как мы сказали, заклинания, возможность упоминания имен Тумы. Имен Тумы. Через это могут быть произведены такие сверхъестественные действия, как колдовство, не подобно ему, только тут добавляет Рамха, соответствие потенции. Колдовство не может изменить мир, не может изменить законы природы в целом, или повлиять на историю мира. Колдовство это локальное явление и не более того, и оно находится только в тех границах, которые поставлены им, и не более того. Кроме этого влияния, как продолжает Рамхаш говорить, эти действия могут быть произведены также с помощью шидим, соответственно тому, что поручено им делать, и в тех особых границах, которые для них установлены. Снова напомню. Мы говорили на прошлых занятиях о реальности ангелов, то есть духовных субстанций, которые выполняют волю Творца со стороны добра. Ну, если подобность существует, значит, существует в мире точно такая же реальность со знаком минус. Их называем шидим. Вполне возможно, кто-то назовет их черти, не знаю, как и что, но тут перевели демонов, по-видимому, это более верный перевод. То есть есть с одной стороны ангелы, а со здоровой стороны такая же возможность есть посредством шидим. Точно так же, как ангелы выполняют определенную функцию со стороны добра, они некий одномерный робот, который выполняет желание волю Творца, так же и существуют в мире демоны, то есть шидим, эти одномерные силы духовные, зла, которые выполняют волю сатана, выполняют волю главнокомандующего зла в этом мире, согласно тому, что поручено им делать. И снова, в тех особых границах, которые для них установлены отсюда и досюда, и не воля, нет других возможностей, нет других возможностей. То есть есть ясные, четкие границы возможности воздействия посредством этих демонов. Продолжает Рамхаль говорит, и постановил Господь, что в той мере, в какой дана им способность действовать, будут оттолкнуты перед ними ангелы природы, поддерживающие аспекты мира в их естественном состоянии, и все ангелы, приводящие воздействие Всевышнего по установленному порядку. Таким же образом мы видим, что есть возможность влияния этих шедим этих демонов на наш мир, ведь мир он существует и функционирует благодаря постоянству ангела в этом мире, который и определяет постоянство, определяет законы природы и ее неизменимость. Оказывается, что у этих шедим и демонов есть возможности, есть преимущества. Они более сильны в взаимодействии с ангелами. То есть, если они сталкиваются, если у них есть некое поручение, и они сталкиваются с ангелами лоб в лоб, то они оказываются сильнее, поэтому они способны выйти за пределы природы, то есть, они могут, как тут сказано, оттолкнуть перед собой ангелов природы, которые поддерживают аспекты мира в естественном состоянии. И все ангелы, приводящие воздействие Всевышнего по установленному порядку, они оказываются более всесильные. И об этом сказали наши мудрецы и благословенные их память в трактате Хулин. Виды колдовства Кшафим называются так, потому что отрицают высшую свиту, то есть, они мхшим помалиашель мала, то есть, на языке Тары это более ясно понимается, как бы расшифруется слово Кшафим, из чего состоит Кшафим, как аббревиатура слов Мехишим помалиашель мала, которые, как бы, они способны отрицать стан ангелов и как бы отодвигать их и влиять на этот мир. То есть, есть много силы в этих шадиме демонов повлиять на этот мир. Но, все только в определенных границах и не более. И не более. И даже внутри этих границ силы зла могут быть оттолкнуты более могучи, чем они силы, и их действие будет недопущено постановлением Всевышнего. Вопреки тому, что было сказано, что демоны, шейдим, они способны отодвинуть, оттолкнуть ангелов природы, то есть, они могут изменить ход естественных событий в этом мире. Тем не менее, снова силы их не ограничены. Снова ограничены только на локальные какие-то изменения. И все, как тут сказано, только в определенных границах и не более. И не более. И даже внутри этих границ силы зла могут быть оттолкнуты и более могучи, чем они силы, и их действие будет не допущено постановлению Всевышнего. То есть, другими словами, о чем речь идет? О том, что силы колдовства они не абсолютны. Вовсе нет. Как это понять? Положим, не в наше время, а в былые времена есть колдун. Дипломированный колдун, который себя зарекомендовал, который способен действительно что-то изменить в этом мире и повлиять. Будет ли его влияние этот мир абсолютным? Все, что он хочет дано ему в руки? Ответ вовсе нет. Во-первых, ему дается только в узких рамках того, что он может изменить и не более того. То есть, он не может изменить природу в целом, изменить законы природы, изменить ход человеческой истории, не может даже глобально поменять что-то там вокруг себя, а что-то локально может повлиять на то, что этот человек заболеет или этот человек умрет или этот человек погибнет. Это было в силах колдовства. Это были влияния в других областях, не в сфере жизни человека, но это было локальное влияние и не более того. Теперь давайте представим, что этот колдун решил поставить своей целью умертвить некого человека. Всегда ли это в его возможности? Ответ и даже это не в возможности. То есть, как правило, так как он умеет правильно обратиться к силам зла и открыть этот сейф, чтобы оттуда все это зло высыпалось на этого человека, и тем самым они его уничтожили, эта сила не абсолютная и она условно надается только при определенных условиях. Каких? Например, что на человека праведного подобное не воздействует. Или на человека, который полностью не верит в это, нет воздействия колдовства. Неоднократно мне приходилось выслушивать вопросы, обращения, что делать, меня приворожили, сейчас в наше время целая индустрия всяких разных колдун и всяких разных, то есть мы сейчас говорим о том, что это не существует, а тут рассказывают, что есть целая индустрия, тут она не знаю, миллионы долларов она прокручивает гадания, новорожители, всякие колдуни живут в этом мире. С точки зрения нашей это все профанация, ничего за этим не стоит, ничего, пусто. в наше время нету колдовства по той причине, что уровня святости нету, поэтому и уровня зла нету, как мы сказали, нет возможности этого влияния на этот мир, и заодно насколько я знаю, знания даже этих слов, этих шедим, демонов этих, они в основном утеряны, может быть, где-то там на востоке еще существуют, нет влияния непосредственно, которое есть, поэтому ответ на вопрос влияют ли колдуни такие современные на этот мир, ответ не влияет, более того, даже в те времена, когда они могли влиять, если человек полностью, полностью не принимал это, полностью отвергал, считал полностью это несуществующее, как я знаю, типа Акрамбам, не знаю, если он так полагал да или нет на самом деле, мы предположим, что это так, то для такого человека все эти колдовства просто не воздействуют, не воздействуют, то есть, если вы, например, поставите около себя колдуна, тоже задипланированного, и скажи, ну давай, убивай меня, скажи все, что ты хочешь, перечисли все имена, делай на меня вот так вот, как угодно, ты не сможешь это сделать, колдун самый дипломированный, не сейчас, даже в те времена, не мог бы это сделать, почему? Человек не верит в это, но как только забирать, чуть-чуть, чуть-чуть, где-то там внутри, иди знай, может быть, все, вот уже, уже, чуть-чуть, его уже ухватили, его могут уже тут же удавить, это одна возможность избежать, а другая возможность избежать, когда, как тут сказано, о том, что свыше не дают этим силам повредить человеку, вот приводится тут даже пример, об этом сказали там же, в трактате Хулин, нет ничего, кроме него, эйн от мельвадо, известная фраза из книги дворим, означает и даже колдовства, и объяснили, что того, чьи заслуги велики, спасут с небес и оттолкнут желающих повредить ему, сверху позаботиться, и об этом сказали там же, отличен раби Ханина тем, что не подвержен воздействию колдовства, ибо его заслуги велики, тут, кто читает это, все это неясно, надо открыть трактат Хулин, там это все проясняется, описывается там, что раби Ханина был человеком необыкновенно праведным, и вот однажды была одна женщина, которая хотела, она шла за ним, для того, чтобы взять землю из-под его ноги, там, где он наступил, это было, по-видимому, в те времена одно из действенных средств для того, чтобы причинить вред человеку, когда Раби Ханина увидел это, он и сказал, бери, все равно тебе ничего не поможет, и добавил, эйн от мельвадо, что это значит, нет ничего, кроме Творца в этом мире, когда человек живет, так объясняет, на таком уровне, когда он чувствует, что эйн от мельвадо, нет никого в мире, кроме Творца, никакое колдовство его не может повредить, то есть, там это спрашивается с таким удивлением, как он не побоялся, почему, потому что в Талмуд, он полон всякими разными заклинаниями, всякими разными молитвами о том, как избежать вреда колдовства, колдовство, это вещь страшная, то есть, это некая реальность, которая считалась с ним в те времена, но каким же образом, каким же образом Рабихаднина, он так смело мог обращаться с этим, отвечает о том, что праведники, которые считают о том, что в мире, кроме Творца, нет никого, нет, нет, нет ничего, кроме него, кроме Творца в этом мире, на этом уровне происходит, что границы, которые дают возможности этому колдовству резко сужаются и не дают сверху возможность причинить хоть какую-то неприятность этому праведнику. То есть, мы видим, что зависимость от колдовства находится в рамках вот этого понимания «эйн от мильвадо» или, как, знаете, хорошо говорят «эйн от мильвады». Вся наша жизнь вертится вокруг двух пониманий этого мира. Или мы скажем о том, что нет ничего, кроме него в этом мире, или скажем «нет ничего, кроме меня в этом мире». Обратите внимание, что когда мы говорим о добре и о зле, как здорово нам сейчас таким образом подытожить наше занятие, то мы видим точно, где находится добро и точно, где находится зло. Зло находится, начнем с добра. Добро находится в том месте, где человек говорит «нет ничего, кроме Творца в этом мире». Это одна крайняя граница. Какая другая граница? Когда человек говорит «нет ничего, кроме меня в этом мире». С одной стороны понимание, что есть только Творец в этом мире, а с другой стороны это понимание, что кроме меня никого нет в этом мире. Альтруизм и эгоизм находятся на противоположных концах этого мира. И выбор человека находится между ними, между пониманием о том, что нет в мире никого, кроме Творца, или пониманием, что только Я есть. где мы все находимся, где-то посередине. Мы понимаем, что есть Творец в мире, но мы все еще ощущаем, что и Я есть в мире, и мой эгоизм существует. И согласно мере того, сколько я чувствую, что я в этом мире, в такой степени и моя подверженность, влияние на меня колдовству. Да? То есть, столько времени, что я предаю себе какое-то значение, предаю, говорю о том, что в мире и Я существую. Это уже есть то самое место, через которое силы зла могут на меня повлиять. Но когда речь идет о праведниках на уровне раби Ханина, которые полагают, что Эйнот Мильвадо нет ничего, кроме Творца в этом мире, никакие злые силы не могут причинить ему зло. это в двух словах тема. Тема очень-очень непростая, которая обсуждается у нас со всех сторон. Много спекуляций есть на эту тему. Влияние на этот мир, многие спрашивают, оно ведь описано у нас в многих книгах, написано это со стороны добра. в свое время, как было сказано, это была более ясная реальность, она существовала. И эти влияния описаны в наших святых древних книгах со временем. Где-то несколько сот лет назад, когда жил великий мудрец Аризаль, он тот, который все это хорошо знал и глубоко понимал, полностью запретил возможность влияния на этот мир путем упоминания имен Творца. Также он запретил упоминание имен ангелов. И до сегодняшнего дня, кто учит, иногда в наших книгах есть написанное имя ангела, нельзя его произносить. Нельзя произносить, почему как только произносим, он как бы пробуждается. Когда он запретил, то перенесли это не на произношение, а на буквы. Так появляется целая индустрия всяких разных камей. Иногда тоже спрашиваются, что за камей. Это то, что называется практическая кабела. Есть всякие разные знания духовности этого мира, и влянин этот мир. Как это происходит, то на данный момент то, что известно, и все спекуляции вокруг чего происходят, это посредством всяких разных камей. Вы наверняка видели всякие разные камни, и там написаны имена ангелов-хранителей. И подобные наши мудрецы относятся к этому с большим отрицанием. Всю эту индустрию совершенно не принимают. Нет в этом чего-либо существенного, нет в этом то, что на самом деле способно влиять на этот мир. И нам нужно поэтому быть подальше, подальше, подальше от всему этому. И только вместо этих камней, всяких разных чудес и пилюль, которые мы хотим принять, она должна быть молитва непосредственно к Творцу. Человек влияет на этот мир посредством исправления самого себя, средством добрых деяний, которые он делает, тары, которые он учит, а не всяких разных чудедейственных средств. Давайте обратимся к такому его слово назовем, его называют бабой, спекулянтом, духовный спекулянт, который берут только деньги за это все дело, и ничего за этим в принципе не кроется. Те советы, которые они дают, можно спросить любого человека на базаре, они вам тоже дадут совет, еще возьмут деньги, вера, желание, что этот человек, он обладает сверхъестественной силой, столь велика, что верят во все. Поэтому и любой совет, который человек с базара даст, он тоже подойдет, если есть такая вера. Не принимается, полностью отвергается, никому ходить не надо, если хотим спросить совета, то не у этих людей, которые предлагают всякие разные безделушки с именами, или всякие заклятия говорят, за которые ничего не кроется, а то, как истинным мудрецам Торы, которые живут истинной жизнью Торы, которые приходят к связности через тяжелый труд, тяжелый-тяжелый труд. И это единственная которая у нас есть. мы тут остановимся. Всего доброго. Привет, Зарусалю.